И Франклинд Деллана Рузвельт стащил американский народ, который абсолютно не хотел быть снова вовлеченный в мировую войну, во вторую мировую войну. Вторая мировая война, вернее вовлечение в Америке полностью на плечах второго американского президента Франклинда Деллана Рузвельта. В Америке были огромные, на тот период, мы говорим 20-30 годы прошлого века, изоляционные настроения. Америка потеряла, американские матери потеряли 100 тысяч сыновей, американские жены потеряли калеками вернувшиеся 200 тысяч мужей, которые не смогли работать. Напоминаю, еще пенсии нет, ничего нет, человек вернулся без ног, человек вернулся без легких, это его проблема. И американский народ абсолютно не хотел больше быть народом-миротворцем. Американский народ хотел процветать на своем континенте, воевать ни с кем не собирался. Армия была полностью распущена, военное производство было полностью сокращено. И в Сенат Соединенных Штатах отказался ратифицировать Версальский договор, тот самый Версальский договор, который и создал Лигу Наций. Потому что 10-я статья этого договора призывала к тому, что у президента США появлялась полномочия объявить войну без решения Конгресса США. Это было неприемлемо, и вот как знак своего абсолютно изменившегося политического настроения Сенат не ратифицирует Версальский договор. Кроме того, в 1922-1921 году принимается решение разоружить американский флот, и Америка объявляет себя нейтральным государством. Вот до такой степени испугался американский народ вот этого бредового миротворничества. Никто не хотел больше посылать своих сыновей на любой, для того, чтобы во всем мире был мир. Таким образом, в 1935 году принимается акт о американском нейтралитете. Акт – это закон. Закон об американском нейтралитете. Этот закон вводит эмбарго на торговлю оружием и любыми другими материалами, которые могут использоваться для производства оружия или обороны, с любыми сторонами, которые находятся в военном конфликте. То есть, если вы, страна А, воюете страной Б, никакого оружия мы вам поставлять не будем, стали поставлять не будем, ничего не будем. Да, это наносит ущерб нашей американской экономике. Мы на этом не зарабатываем, но это нам лучше от того, что мы не втягиваем себя в войну, в которой мы не хотим быть участниками. Дальше идут другие ограничения, которые оказались недостаточными. Уже в 1937 году происходит снова дополнительный акт о американском нейтралитете, который расширил и укоренил положение предыдущего акта, включая запрет предоставления кредитов, уже не только оружия нельзя предоставлять, кредиты нельзя предоставлять, чтобы ни из-за этого не втянутся в войну, воюющим странам, и также все покупки невоенного производства должны происходиться только на личность, то есть никакого кредита, только за золото, только лишь для невоенных товаров, при котором страны, которые воюют и закупают у нас невоенную продукцию, например, ткани, должны вывозить эту продукцию сами. Американский флот не имел права участвовать в торговле странами, которые вовлечены в войну. 1937 год. В 1939 году закон о контроле боеприпасов запрещает вывоз любых боеприпасов и любого оружия из Соединенных Штатов в любую страну, воюющую или не воюющую, в любую страну мира. Все это, естественно, в ущерб американской коммерции и американской торговли. Все разговоры о том, что американцы готовы наживаться на горе Европы, ни о чем, потому что середина, конец 30-х годов прошлого столетия полностью были посвящены, где Конгресс принимает закон о законе, за законом, по которому запрещено как-либо участвовать в каком-либо виде, в торговле или экономическом обмене странами, которые либо вовлечены уже в войну, либо могут быть вовлечены в войну. И у меня к вам, моя уважаемая аудитория, вопрос. Вам какая Америка больше нравится? Та, которая нейтральная и гарантированно не лезет ни в какую войну. И если в Европе одни фашисты решили уничтожить других коммунистов, то к американскому народу никакого отношения это не имеет. У нас нейтралитет. Или вам больше нравится та Америка, которая лезет во все мировые конфликты, пытаясь спасти мир от саморазрушения. Вот напишите мне, какая Америка вам больше нравится. Итак, события развиваются следующим образом. Имперская Япония завоевывает огромную часть Китая. Идет резня, миллионы изнасилованных, сотни тысяч обезглавленных. У меня записан ролик о том, как происходила эта аннексия. Аннексия Маньчжории и Северного Китая. И Соединенные Штаты верные доктрины нейтралитета отказываются поставлять энергоресурсы Японии, так как Соединенные Штаты не торгуют с воюющими странами. Японии ставят ультиматум, по сути, хотя это не ультиматум, а средство нейтралитета Соединенных Штатов. Либо вы выводите войска из Северного Китая и прекращаете агрессию, и становитесь страной не воюющей, либо же вы продолжаете воевать, но при этом мы не поставляем вам энергоресурсы. На тот момент больше 80% японских энергоносителей, то есть жидкого топлива, нефти и нефтепродуктов, она получала от Соединенных Штатов. Таким образом, нейтралитет Соединенных Штатов ставит Соединенные Штаты в угрозу нападения, которая происходит в Перл-Харбор. И у американского народа, также у американского политикума возникает новое ощущение того, что в этом сложном и высокоинтегрированном мире, где существуют авианосцы, где существуют дальние бомбардировщики, мы уже не живем на своем безопасном острове, и за то, что Америка оказалась нейтральна, то есть отказалась поставлять энергоресурсы воюющей стране, Америка была втянута в войну. Основная концепция 30-х годов, мы живем на острове, называемой Соединенные Штаты Америки, нам никто не нужен, полностью разрушилась. И возникает второй виток, второй виток Рузвельтской, сначала Будро-Уильсоновской, а теперь Рузвельтской идеи, о том, что мы должны обеспечить в мире полную безопасность, иначе к нам снова прилетит. Это полностью меняет, полностью меняет отношение американского народа к войне, и уже без всякой пропаганды, которая была до 30 лет до этого, в 19-м году, в 41-м году выстраиваются очереди, миллионы людей идут на фронт, потому что американцы понимают, что в этом мире нельзя жить, не обеспечивая свои собственные интересы, иначе к тебе прилетит. Таким образом, Соединенные Штаты вступают в войну, обеспечивают успех сначала на Европейском театре военных действий, а уже потом обеспечивают успех в Японии. До сих пор ученые спорят, и нет консенсуса, почему был такой приоритет. Называется огромное давление со стороны британского премьер-министра, называются другие факторы, и тем не менее, наиболее бы рациональное поведение дать Советскому Союзу ровно столько оружия, чтобы Советский Союз не проиграл, но и не выиграл. И регулируя объем поставляемого оружия, продолжить эту войну до бесконечности, для того, чтобы ослабить обе, по сути говоря, людоедские фашистские державы. Советский Союз, который уничтожал собственное население беспощадно, и фашистскую, нацистскую Германию, которая уничтожала свое, в данном случае, еврейское население, также беспощадно. Вот пусть эти две людоедские державы и воюют между собой, пока Соединенные Штаты делают ядерное оружие, а потом, обладая монополией на ядерное оружие, можно было практически прибрать в рукам весь мир. И вот почему-то по этому пути, пути выжидания, то, что приписывали советские пропагандисты американскому народу, они сидели и ждали, пока Германия ослабнет. Так, а чего же они пошли высаживаться в 1944 году? Продолжали бы сидеть и ждать еще пять лет. Куда спешить? Америка при этом производила огромное количество мировой продукции, Америка никак не бедствовала. Мы еще пять лет в состоянии войны сидели бы и ждали бы. Германия, что бы она нам сделала? Ну, потопила бы, наверное, пару наших кораблей воевали бы на воде. Была бы битва за Атлантику, о чем прекрасный рассказ у Марка Семеновича Солонина. Но высадка американского десанта в Нормандии была совершенно дополнительная. Так сказать, не входила в основное расписание. И вопрос, вопрос к вам. а вопрос людям, которые живут в России, в Украине. Нравится ли вам та Америка, которая высаживается в Нормандии? Нравится ли вам та Америка, которая дает ленд-лиз? Или вы это расцениваете как вмешательство в европейские дела? Хотите ли вы, чтобы Америка тогда, вот в историческом тогда, вмешивалась так в европейские события на стороне, естественно, Советского Союза и Великобритании? Давайте снова перейдем в альтернативную реальность и предположим, что каким-то образом Соединенные Штаты оказались не вовлечены во Вторую мировую войну. Соединенные Штаты оказались нейтральны, так как они собирались быть, то есть не вовлекать себя ни в какой военный конфликт в Европе и где бы то ни было. Предположим, что это сбылось бы. Можем ли мы считать, что Советский Союз и Великобритания без Соединенных Штатов победили бы Германию и Италию? Нет, вряд ли. Скорее всего, эта война продолжалась бы еще очень долго, практически уничтожила огромное количество ресурсов и материала и людей в Европе. И Германия, и Соединенные Штаты, которые не участвовали бы в этой войне, вышли безусловным бы победителем, как любая страна, которая сидит на берегу и ждет, пока две другие страны будут воевать между собой. То есть нет ни малейшего сомнения, по крайней мере, у меня автора вот этого эссе, что вовлечение Соединенных Штатов в войну ухудшило международную позицию Соединенных Штатов, а никак не улучшило. Соединенные Штаты могли сохранить свое геополитическое положение и существенно увеличить, делая то, что собирался сделать Сталин, использовать Германию как ледокол, стравить Германию и Западную Европу и дальше войти победителем, зачистив всю Европу. Вот это был такой шанс у Соединенных Штатов полностью доминировать во всем мире, в гораздо большей степени, чем Штаты оказались после Второй мировой войны. И Соединенные Штаты не использовали этот шанс, а верные своему союзничному долгу высадились в Африке, потом высадились в Нормандии, потом сражались с Японией в то время, когда союзник России поставлял энергоресурсы в ту самую Японию, с которой воевали Соединенные Штаты. Окончив войну, Соединенные Штаты попали в моментальный конфликт, конфликт, который они не провоцировали, с агрессивным советским блоком. Советский Союз, конкретно Сталин, мечтал агрессии против Соединенных Штатов, разрабатывались планы новой войны с Соединенными Штатами, и, соответственно, началась Холодная война. Ответственность вина за разжигание Холодной войны полностью лежит на стране-агрессоре в Советском Союзе. Соединенные Штаты Америки хотели мирного сосуществования. Советский Союз рассматривал планы агрессии против Соединенных Штатов Америки. Тот факт, что Соединенные Штаты Америки верны союзническому долгу использовали ядерное оружие во время Второй мировой войны, не объясняет другой факт, что Соединенные Штаты могли уничтожить Советский Союз несколько раз подряд, в то время, как Советский Союз не обладал системами доставки ядерного оружия на американский континент. Существовало примерно 18 лет период истории, в начале Холодной войны, когда Соединенные Штаты Америки могли полностью обезопасить себя, используя свое ошеломляющее ядерное превосходство, полностью разоружить Советский Союз и Соединенные Штаты этого не делают. Нет, не делают. Таким образом, все точки над И расставлены. Потому что, если бы все было с точностью наоборот, и первым ядерное оружие получила либо Германия, либо Япония, либо Советский Союз, нет ни малейшего сомнения, абсолютно ни у кого, что любая из этих трех кровавых людоедских стран использовала бы ядерное оружие по народу Соединенных Штатов. Ситуацию, когда Соединенные Штаты не могли бы ответить взаимностью. То есть, ядерное оружие у Соединенных Штатов, ни у кого больше его нет в мире, мир, ядерное оружие у Японии, Германии, фашистской Германии или у Советского Союза в мире ядерная катастрофа.